Сейчас я обещал показать вам, как работает таймлэпс или как при помощи компьютера, ноутбука, соединить нашу камеру А99 в режиме, когда мы можем с вами начинать работать покадрово, снимая до 1000 кадров. При помощи программки, которая прилагается по софту к этой камере, идет и программа ремоут камеры. Что мы будем снимать? Ну вот у нас есть такой вид, когда солнышко восходит и пятнышки на море меняются все время, бегают. Ну вот поснимаем где-то, здесь можно снимать до 1000 кадров, мы сегодня с вами будем снимать может быть меньше, потому что я не зарядил на компьютер, но тем не менее, сколько хватит заряда? Первое, что нужно сделать, и с этим могут столкнуться многие люди, с этой проблемкой, трудностью, зайти в меню камеры и на вкладке наш гаечный ключ установить на третьей позиции, на третьем номере подключение к ПК. Потому что иначе, если мы по USB как бы соединяемся с компьютером, не увидит компьютер, не определит камеру. Именно для этого режима. Когда мы это сделаем, очень быстро все находится, определяется, и мы можем через эту программу управлять практически всеми параметрами Sony 99. Ну, я ее поставлю вот так вот. Снимать буду на 70 миллиметрах. Специально я отключил автофокус, чтобы каждый раз меньше времени выходило на определение. Интервалы можно минимально здесь ставить 10 секунд в этой программе. Ну, в принципе, этого более чем достаточно, чтобы видеть динамику освещения происходящих каких-то движений, да. В самом компьютере, на экране самого компьютера, я вызвал ярлык этой программы, да, то есть я уже ее практически установил. Здесь сейчас у нас, конечно, с вами немножко светит солнце. Снимать мы будем в контровом свете. Так вот я люблю всегда трудности. Мы их не ищем легких путей. И вот на этой программе, сейчас, конечно, может там плохо вам видно, я могу начинать запускать. Но для того, чтобы определить, вот даже батарею показывает, да, тут 82% брикетинг, как установлен, все это можно регулировать при помощи программы, не заходя уже в меню. Я поставил сейчас еще на авторежим, для того, чтобы экспозиция будет все время меняться, чтобы сама камера и работала. То есть все на автомате. Куда надо сохранять это все, да. То есть тут тоже предлагается, ну, я сейчас выбрал, допустим, там папка картинки, да, на диске C. Хотя для таких вещей лучше всего, чтобы было это на какой-то внешний носитель. Он у меня сейчас там лежит. Но, честно говоря, сейчас меня уже ломает туда, как ходить. Что сегодня еще у нас такого тут происходит в Крыму? Как всегда, ярко светит солнце. Но дело в том, что при этом солнце, конечно, не так все весело для фотографий. Тем не менее, сейчас я попробую это все соединить и начать запустить процесс съемки. Ну, а мы пойдем в этот момент с вами пить кофе и радоваться жизни. Итак, я понимаю, что не все вы будете видеть, но кое-что хотя бы мы услышим, как щелкает затвор. Сейчас я просто здесь поставлю, сразу определю картинку. Да, картинку он не выводит на экран, поэтому приходится смотреть непосредственно на видоискатель. Ну, допустим, она меня устраивает, там кусочек дерева, кусочек моря, кусочек неба. Почему я сделал на 70 мм фокусное расстояние? Потому что, чтобы сузить сектор, бленда нацеплена на объектив, потому что солнце будет сейчас подниматься, и мы все меньше и меньше будем снимать в контровом свете, хотя вначале именно так и будет происходить. Ну, и для того, чтобы это все установить, здесь есть вкладки, на которых мы можем с вами начинать запускать это все. Вот. Ну, сейчас у нас режим протяжки, это покадровая съемка. Вот. Сверхвысокое качество, то есть мы снимаем формат HPEG. Вот. Размер изображения large самый большой, соотношение формата 3 в 2. Допустим, это выбрал я. И я выбрал точно так же, что мы еще с вами делаем. Ну, теперь на вкладке такие часики, тут есть маленькие неприметные, я устанавливаю интервал. То есть он у меня стоит 10 секунд, и я поставлю, чтобы он снимал, ну, к примеру, чтобы 24 кадра в секунду, допустим, умножить хотя бы там, не знаю, на 30 минут, то есть полминуты, если фильм будет длиться, то, соответственно, 30 на 24, это у нас получится с вами 600, и там еще 120, 720 кадров. Вот здесь я и поставлю цифру 720. И запускаю. Пуск. Камера только что сработала. Через каждые 10 секунд камера будет срабатывать. Условия освещения сейчас плавают, меняются у нас. Вот следующие. И вот так мы можем оставить это все, прийти через, соответственно, можно посчитать 720 кадров на 10 секунд, это 7200 секунд, и съемка завершится. Главное, чтобы хватило вам заряда самого компьютера, с ноутбука или планшетника, и, соответственно, самой камеры. Ну, я думаю, что тут более чем хватит. Вот. И мы уже видим, что 4 кадра сделано, из 720 кадров, которые мы с вами назначили для съемки. Вот. Уже пятый кадр пошел и так далее. То есть, а что из этого выйдет, мы потом склеим с вами и посмотрим. Извините за моих полголовы, потому что вот так вот приседать не могу. Ну, как всегда, сам снимаю, потому что, вы знаете, наш оператор любит спать. Окей. Спасибо. Пошли. Ну что, мы прервем процесс, потому что мы уже подошли к черте, что все закончилось. Просто нажимаем здесь стоп в программе, и процесс останавливается. Остановить съемку, да, остановить. Все. Ну, а теперь пойдем с вами клеить все, и посмотрим, что у нас с вами из этого получилось. И так, как он и обещал. Сейчас попробуем сшить полученные 404, кстати, кадра. Отработала на 82% батарея китайского производства, что само по себе, думаю, неплохо. Потому что, если было в 100%, то практически она бы перешагнула, перегнала бы, что ли, лицензионную батарею, родную Sony A99. В общем-то, об этих батареях я вкратце говорил в каком-то из обзоров, или в какой-то из встреч с дилетантами, да, дилетанты с A99. Итак, сегодня прошло некоторое время, много было занятий, работой, но тем не менее, все это болтовня. В чем я быстренько прогоню или сошью а-ля наш таймлапс? Почему он а-ля? Ну, во-первых, потому что он сделал нарушение абсолютно всех правил, требований, которые только существуют в этом жанре. Как и правильно его делать, с какими выдержками, с какими настройками, и так далее, и так далее. Можно очень подробно читать на разных блогах. Я их сейчас рекламировать не буду, просто в поисковике, как говорят, Google вам в помощь. Но это действительно очень увлекательный жанр. А мы же с вами ставили другую цель, задачу проверить, как работает функция совместно с софтом, который идет в камере. И в этом софте есть одна из программ, которая называется Remote Camera. Вот сейчас вот этот ярлычок, где мы будем это все монтировать. В чем? Ну, я буду это быстро делать, создавать в Corel Video Studio. Почему именно здесь? Ну, во-первых, так как мы дилетанты, предполагаемая, да, группа товарищей, слушателей, это именно начинающие, такой же, как и я. Поэтому это достаточно простая программа для видеомонтажа. В принципе, всем рекомендую с нее начинать, потому что здесь мы очень быстро с вами можем набить руку, для того, чтобы перейти в более сложные видеоредакторы. Хотя я сейчас, на сегодняшний день, пользуюсь Sony Vegas 11 версии. Тем не менее, я начинал с этой программы. Вот здесь я и буду создавать наши с вами нетленки. Скажем так, это ускоренное больше напоминает видео, чем таймлапс. И для начала, перед началом работы в этой программе, я всем рекомендую при создании какого-то нового проекта создавать всегда новую папку. И называть ее там, как он заблагорассудится, я ее назову таймлапс. Например, таймлапс, таймлапс, неважно. Короче, каждый по-своему. Для чего? Потому что, если я это создам на открытом поле, и потом, естественно, мне надо избавиться от 404 фотографий, то это очень будет проблематично сделать именно в Corel Video Studio Pro X4, если точнее быть. Поэтому, всю саму папку удалить легче. Но, начинаем со стандартной процедуры. Вызовем и вставим все файлы, которые мы с вами отсняли в момент покадровой съемки, работая с нашим фотоаппаратом. Вот, собственно говоря, эти все кадры. Мы их стандартным образом выделяем и открываем Corel Video. Последние два кадра, два файла мы сейчас их уберем. Они нам не нужны, потому что это, в общем-то, уже то, что у нас с вами было отснято и сделано. И сейчас я просто это переделываю из-за того, что у нас звук был не очень хороший в первых двух дублях. Вот, поэтому, как говорится, вы знаете ли, открываем эти все наши кадры, выделенные, программа их вставляет. Итак, вот у нас 404 кадра и теперь мы их переносим на монтажную видеодорожку. Вот, собственно, она у нас одна, мы ее здесь вставляем. Иногда программа не всегда корректно работает, не обращайте на это внимание, на то она и для начинающих. Тем не менее, она работает. Итак, вот все наши кадры выставлены. По умолчанию в данной фотографии стоит демонстрация одного кадра, одной фотографии, две секунды. Естественно, для нас это немыслимо, потому что мы получили с вами 20 минут 12 секунд. И для того, чтобы избежать этого ужаса, да, ну, во-первых, мы уменьшим масштаб, для того, чтобы пойти, может быть, в последние кадры, посмотреть, не цепанули ли мы с вами, ну, нежелательно какие-то, может быть, еще кадры, я имею в виду, видео, потому что нет, все нормально, можем так и оставлять. Как мы справимся с данной задачей? в общем-то, простым расчетом, если взять стандарт кино, старого кино, 24 кадра в секунду, то несложными арифметическими действиями мы можем посчитать, что 404 кадра поделить приблизительно на 24 кадра, в общем-то, возьмете, поделите. Но, если это будет не 24 кадра, а 25, или 26, или 27, или 28, или 29, по сути, это не будет иметь никакой, в данном случае, ролик. И для того, чтобы это сделать быстро, мы зайдем в окошко во вкладку правка, и в правке есть у нас немножко такая изменит бытность клипа фотографии. Собственно говоря, здесь есть одна специфика, я сейчас не ставлю целью, чтобы мы с вами учили работу на Corel Video Studio, поэтому просто доверяйте выставленным цифркам, и потом, если у вас возникнет желание, вы пойдете там и будете разбираться. ругается, надо просто ноль написать. Сейчас мы его пытаемся написать, вот мы написали его. Троечку мы отсюда убираем. Здесь написано часы, минуты, секунды и кадры, но вот почему-то при единице, в общем-то, получается оптимальный для нас вариант. Если мы с вами подтвердим, окей, мы получим с 20 минут наш ролик упал до 16 секунд и 4 десятых. Вот это нас устраивает. Дальше мы продолжаем, в общем-то, технологии везде почти одинаковые, видеоредакторы, приступаем к выпуску. Ну, в данной программе именно склеивание фотографий, не... Когда мы делаем с вами фотопрезентации, да, а именно когда мы пытаемся из фотографий сделать с вами короткий ролик, фильм, как сейчас, то здесь, в общем-то, есть множество возможностей, во что мы будем это все рендерить, то есть обрабатывать. Но я пошел по самому простому пути, хотя я могу, конечно, долго тут рассуждать и рассказывать, как бы можно было взять покачественнее. Вот, но я возьму просто пользовательский режим, и оставлю это все без изменений. Вот, и, в общем-то, назову, допустим, это, ну, к примеру, тут уже проба 1, проба 2, когда пробовал разные варианты, более-менее оптимальные. Ну, будет у нас с вами проба в данном случае 3. Окей. И мы сохраняем. Все, программа приступит к обработке, к рендерингу, как говорят, с пользой терминологией, да, в виде монтажеров. Вот, но это время мы, естественно, с вами ждать не будем, потому что это будет достаточно долгий процесс. Вот, а уже готовую работу вы сейчас посмотрите вот, вслед за роликом, который пойдет, ну, в более-менее качестве. Хотя, конечно, качество здесь ожидать не следует большое, потому что у нас получилось 720 на 576, а родной оригинал 6000 на 4000 точек ДПИ. Вот, поэтому сейчас мы не преследовали цель с вами качества, а мы наглядность преследовали вот такую цель. То есть, показать, что, да, это работает, да, при должном отношении, при должных настройках, при должном монтаже и обработке, все прекрасно у нас с вами может получиться. И вот в этом направлении каждый может пойти и развивать свое творчество, свою технику и так далее. Ну, и я вместе с вами может когда-то тоже займусь этим более основательно. Ну, на сей оптимистической ноте, думаю, не вижу вернее повода сказать вам до свидания, всего доброго и пока-пока. До новых встреч. Ну вот, попрощался и еще раз с криптум вошел еще раз в эфир, потому что все, что я хочу еще кое-что показать, возможности этой программы достаточно широки для того, чтобы создать качественный продукт. Первые венгеринг, первые пробы мы создали на разрешении 720 на 576, это вот у нас проба 3, вот этот вот, да, появился. А потом я еще раз перевыпустил и перевыпустил в формате так называемом AVC-CD. Вот он, этот формат, и я разделил уже 1920 на 1080 прогрессивные развёртки. Я размещаю эти два ролика специально подряд, один за другом, за другим, но еще наложу какую-то музыку, что-то отражающее настроение, и вот появился второй вариант всего того же, да, и вот если я его сюда подсоединил, то даже проводя вот, собственно говоря, вот наш вариант первый, по расширению это на большом экране будет видна разница, и второй пойдет вот уже 1920 на 1080, это будет совершенно другое качество. Здесь же уже при окончательном выпуске, при установке звукоряда, аудиряда, можно будет откорректировать цвета. Собственно, что я великолепно здесь и делаю, просто вам показываю, что это тоже здесь возможно. Можно установить автокоррекцию тона, тогда программа сама как бы выберет, но на откуп программы подобные вещи я бы не отдавал. Поэтому по вкусу у каждого он свои, в нормальных, в пределах нормального восприятия человеческого глаза здесь можно очень здорово регулировать и оттенки, насыщение, яркость и контраст и гамму общую. Можно все-таки все возвращать на исходные рубежи. Тем не менее, уже на окончательном варианте мы это с вами получим. Ну и здесь я сейчас не буду накладывать музыку, потому что еще окончательный монтаж только предстоит. Там, собственно, уже буду все подгонять более-менее. Но в данном случае мы можем потом просто еще какую-то спокойную музыку наложить, какую именно я еще, честно говоря, не совсем для себя решил. Не знаю, что-нибудь довыберу. Думаю, что она будет нас и не отвлекать, и вместе с тем задавать какое-то настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok